Ну шо, а шо расскажешь? Ну шо рассказать? Рассказать могу про погоду нашу. Вот такие вот бывают, коленки выкидывает наш климат. Погодные условия резко меняются. Ползимы, больше чем ползимы не было вообще снега. Маленький снег улегся, да, где-то на недельку-полторы растаял, а сейчас он завалило по колено. Мой сосед в конце улицы живет, молодой, второй год здесь только живет. Позапрошлым годом небольшой снег, в прошлом году вообще не было. Как он говорит, господи, хоть бы снегу вкинуло. А я говорю, ты шо, дурак, блин, нафига он так? Лучше бы его в эту зиму не было. Потому что были такие годы, пока у нас эта веранда не была пристроена, когда мы только переселились сюда, этот дом. Засыпало снегом, ну, наверное, метр перед дверями. И двери открывали снаружи. И надо было вот, и мы, да, вот, открыли, лопату в руки, кругом хаты, кругом дома. Обойти это все, откидать. И пока на работу ехать, уже настолько напашешься на этом снегу, что... А еще на работе обычно приедешь, там субботник объявляют, по чистке снега. Еще там с лопатой побегаешь по всем этим тротуарам, улицам. Тут от трактора не было в организации. Сейчас-то трактор есть. Заведут, проедут, очистят эти дороги. А тогда все вручную и расчищали. И пока это не сделаешь, то уже настолько напашешься, уже отойдешь, сядешь за стол рабочий, уже и мысли никакие в голову не лезут. Ничего нельзя сформулировать. А сейчас у нас, наверное, месяц будет вот такой погоды, со снежком, с морозом. А ты смотрел, да? Перепады, да. Перепады на 10 дней я смотрел, прогноз. Где-то обещают градусов так 7-10 мороза на ночь. Утром от немножко отпускает, там 2-3. Иногда даже от теперь плюсовая температура обещают на протяжении 10 последующих дней. А так, кто его знает. Ну, в принципе, нормальная зима. Для нас нормальная зима. И слава Богу, что все-таки этот снег улегся. Мешает проезду, мешает, конечно, работе. С другой стороны, хорошо то, что перед улеганием снега земля не совсем промерзла. Она все-таки кое-где оттаившая. Вот сейчас я вытягиваю, открываю ворота, и там шворень стоит такой, запиналка такая под дверью, чтобы упор делать для дверей. То я там, где снега нет, где я откинул, земля промерзла. Пробить этим штырем нельзя. А где снег лежит, легко, шух, и уходит. То есть под снегом, где снег улегся нормально лежит, земля не совсем промерзшая. Поэтому на момент таяния этих снеговых толщ, снеговых масс, земля способна будет эту всю влагу себя впитать. Это очень важно для того, чтобы не было сильного поверхностного смыла, чтобы эта земля пошла, вода пошла прямо в землю, насыщились водные горизонты, подпочвенные горизонты, весной будет все нормально. После этого снега должна быть хорошая, красивая, зеленая, цветущая весна. Поэтому снег этот, в общем-то, на пользу нам всем. Особенно здесь, в лесостепи, где почвообразующей породой выступают вот эти лесовидные суглинки, которые хорошо эту влагу упитывают и держат в капиллярных структурах, подолгу удерживают, связывают ее. Это для нас зимняя влага. Влага, полученная в результате таяния снега, очень довольно существенная для деревьев, для кустарников, для зимних различных и так далее, и там подумают, вот эта влага очень-очень важна. Это хорошо, пусть падает. Ладно, западай, откидай, будем откидывать. А ранее интересно будет в этом году весна, не слышал? Вот это всем интересно, но однозначно на этот вопрос никто не ответит. Смотрели погоду, я имею в виду. А и прогнозы, двухсрочные прогнозы, погоды, это ерунда. Месяц, два, три. Никто никогда не угадывает. Вот три дня, пять дней. Есть очень часто. Даже иногда два-три дня ошибки бывают. Раньше они были более частыми, а сейчас иногда бывают эти ошибки. В общем-то на три дня довольно уверенно, когда смотришь и показывает ситуацию. Может быть, если... Вот сегодня я посмотрел прогноз на 3-5 дней, и вот так сориентирован на такой прогноз погоды. Вот завтра утром, если смотришь, меняется в какую-то сторону, жди и послезавтра изменят в какую-то сторону. То есть что-то они там не совсем правильно спрогнозировали. А если стабильно, то, что прогнозировали сегодня, посмотрел и завтра, ну это уже считай, что на два-три дня у тебя прогноз реальный, на который можно ориентироваться. И планы строить какие-то там. Ну сейчас видишь, и сады ж ты хотел чистить, и не получится сады. Ну сейчас мы полем туда, стволы мерзлые, обсыпанные снегом. Это ж надо и на дерево вылезти, и лестницу с собой таскать. А снега у нас по коленам. Это все трудно физически. Покорять надо было бы, я бы не почистить. Здесь-то я почищу любой день, обчищу крону. Я про пекарей говорю, да? Да, а пекарей надо, пекарей надо. Я бы не порасчищать, поразреживать крону. Потому что без обрезки нормального урожая плодовых не будет. Надо расчищать. А вот у нас на участке этот орех растет. Его надо убирать или нет? Где он? Обрезать. Большой такой орех у нас надо. Так-то его. Орехи у нас никто не обрезает. Нет, я имею ввиду, срезать полностью вообще дерево это может. А зачем его срезать? Ну, чтобы он не мешал человеку. А кому он там мешает? Тот, который внизу возле колоруса? Все равно же будем строить, да? Если будете строить, тогда срежу. А что сейчас срезать-то его? Я имею ввиду, он только грязь создает. Вот эти осенью столько листьев, веток. Да наоборот, он придавливает растительность. Он не дает крапивы расти. Он под ним чисто. Наоборот, под ним чисто. Я имею ввиду осенью. И орехи кое-какие собираем с него. Этот самый возле колодца, самый плодовитый и самый выгодный. Потому что все остальные поменьше плоды. Этот пусть бы рос в последнее время, когда уже соберет и строится, тогда вы срежете это дерево. А сейчас пускай растет, что он там мешает? Наверху я же там срезали, мы же там Валера, я, Тарас срезали. Там вверху посрезали пять деревьев. Мелкие такие орехи были, ненужные вообще. Мы их убрали. Надрово убрали. Вон там на Галкином участке тоже поубирали. Которые невозможно было за ними. С них урожай взять невозможно, потому что разрослись кроны высокие. И они затеняют, и соседний огород нарекают. И маслом ни к чему этот орехи. Мы его срезали, на дрова забрали. А вот сырой, тяжелый, вытянули его. Кузов привезли сюда, порезали сейчас. Он в полильницу сложил. Пальцы висок. Дрова висок мальчик. Будем топить. Горьковая крова. Правда, отдельные куски. Ствола было даже жалко распиливать. Такие хорошие были. Можно было бы на распил куда-нибудь пустить. Потому что древесина ореха грецкого, в общем-то, ценится. И для изготовления мебели. Хонные стульчики, табуретки различные. Приклады для ружья делают сейчас. Это тоже модно. Различные изделия для резьбы. Я не знаю в плане резьбярства, как эта порода, насколько она хороша. И одни, которые есть на ореховом беде, вылетанные есть, такие могут быть. В общей сложности грецкий орех это еще проблематичная вещь. Потому что сейчас уже началась популяризация различных сортов. Именно ориентированных на сбор плодов. А в плане древесины черный орех очень популярное дерево. В лесохозяйственном отношении его высаживают. Небольшие плантации такие, там гектарные плантации садят. Потому что его древесина особо ценится в мебельном производстве. На мировом рынке его пускают в ход как товарную древесину. А грецкий орех, в общем-то, главные ориентиры это все-таки на орех, на сам плод. Отдельные зимы у нас бывают проблемы с ними. Потому что они обмерзать могут, если сильные морозы. 25 до 30 градусов у нас такое иногда бывает. В этом году, слава Богу, не было. Орех может обмерзать. Особенно когда сильные ветры. И 85-86 год, зима 85-86 года, именно сюда я ехал. На Канев из Киева в участок дороги между Степанцем и Каневом. Вся аллея вдоль дороги были обмерзшие аллеи. Обмерзли они до нижней части ствола. А потом возобновились кроны из отрастающих из нижней части ствола. По бегу возобновились кроны. Старые ветки попадали, поусыхали, по трюхли, погнили. И повылагывало ветром. А молодая крона возобновилась. То есть такая была система. Он довольно теплолюбивый вид. В дневные годы у нас чаще, чем древесина, вымерзают суточные почки. Бывает, что нету орехов. Бывает, что даже во время цветения ореха бывают заморозки в отдельных местах. Но это в зависимости от условий микроклиматических условий. Вот в тюкарях у нас года 5-5 тому назад повымерзали полностью орехи, слива даже, абрикос завязавшийся, почернел полностью, обмерз. А здесь у нас нет. Здесь у нас были нагоре. То есть это уже влияние микроклиматических условий. На каком месте расположен участок и насколько продолжительны эти заморозки. Здесь у нас чуть-чуть прихватило морозом. Там около миллиард, около одного градуса. А там 5, минус 5 на протяжении нескольких часов. И все эти плоды погибли. Микроклимат очень большое значение имеет в плане высаживания различных садовых культур. Ореховых садовых культур. Спасибо, Ван Чай. Давай, спасибо. Держи. Ой, хоть бы откопаться утром. Благослови всех, кто входит в этот дом. Окрыляй всех, кто выходит из него. И дай мир навеки всем, кто в нем остается. Аминь. Такая вышивка для новых зрителей. Покажу. Так. На улице красота. Да. Действительно. Хоть бы завтра откопаться нам. Угощение для сыночек. Ого. Им не много? Не. Не много. Не разберутся. Угу. Ти думаешь, они будут кушать сало? Я не думаю. Я знаю. Оп. Позвищем, чтобы коты не достали. Потому что котам мы дадим отдельную бочку. А это синичкам. У них сейчас самая сложная ситуация. Кушать хотят синички. Но ести хотят завжди, а сейчас снегом завалило и рідко дешево ездить. Кусок внутреннего сала повисим, и в первую очередь они найдут себе бурьян, а синичкам нужно тваринного, животного происхождения, еда. Сейчас отойдешь, они уже найдут. Да? Да. Вася, внутреннее сало. Мы им угощенье привезли сетива. Наверное, придется домой, да, идти? А? Домой, наверное, придется идти. Дому? Ну, нам, изнутри снимать. А, тут вы не пролетели? Ну. Ну, зараз, за камнем, может, и не суть. Они не увидят, думаешь? Утром, да? А, значит, утром снимем. Уже цвиринь куют. Уже цвиринь куют. Уже цвиринь куют. привет пулька привет пулька привет привет красуня покажись поздоровайся со зрителями да 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 тебя ж только что у вас я покормил говорит ты же ее только что кормил сейчас паса песня про снег снега уборочного нету про снег надо написать я лопата я лопата убираю снег все пошли собаке плю айду давать ну да мяской жирком пошли где ты будешь кушать дэн 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 юша данчик данчик Дэнчик, уже не дома. Скорее всего, забрался в гараж, там у него нора в снегу. И там сено теплое, теплое место. Дэн, на! Дэнчик, Дэнчик! Да он, наверное, вообще на улице где-то бегает. Я так думаю. А ты здесь побег, да? Ага. Ну ладно. Пуря, значит. Надо все съесть. Субтитры сделал DimaTorzok